Виртуальные туры бывают разные, с какими-то стандартными примерами этого формата вы наверняка сталкивались. Когда можно зайти в музей, походить по его залам, увидеть то, как это есть в оффлайне, и смоделировать, сделать онлайн-версию вашего путешествия по залам и по экспозиции. В принципе, есть виртуальные туры про кампусы университетские, которые позволяют вам сориентироваться на большой аудитории, увидеть, как что выглядит, где что расположено. То есть это такой перенос пользователя к тому месту, которое для него интересно. Это такая слепок онлайн, слепок действительности. Вот этот конкретный виртуальный тур, который я хочу сейчас вам показать, он немножечко нестандартный. То есть это большой столб с барельефом. И смысл здесь, конечно, в том, что вы можете посмотреть, как этот барельеф выглядит, рассмотреть его в деталях, приблизить его. Сейчас мы сделаем зумчик. Поближе рассмотреть, что там у нас есть. Он еще и интерактивный. Здесь мы можем увидеть, на каком уровне мы находимся. Вот мы можем переходить по уровням. Это, по сути, опять же, онлайн-слепок конкретной достопримечательности, причем сделан в хорошем разрешении, где вы можете приближать, отдалять, где вы можете посмотреть, как это выглядит, то есть погрузиться в изучение. Это гораздо более выгодный способ знакомства с этим объектом, потому что, ну, представьте, что бы вам пришлось сделать для того, чтобы в оффлайне с этим барельефом огромным познакомиться. Подумайте, какие из тем, которыми вы занимаетесь, возможно, стоит представить в формате виртуального тура. Это могут быть какие-то труднодоступные места, где ваша аудитория не сможет побывать или очень трудно туда добраться. Вот такой виртуальный тур перенести вашего пользователя в труднодоступные места – это очень хороший востребованный ход. Либо погрузить в детали, которые трудно рассмотреть или которые при беглой экскурсии не всегда остаются в памяти.